Смотрите, сколько у нас стоят вот эти турецкие тарелочки. Я не уверена, что это ручная работа, но они все равно красивые. Стоят они всего лишь 8 лир, 7,99 большие и 4 маленькие 3,99. И за сколько их загоняют туристам? Напишите, пожалуйста, мне просто интересно. Открылся какой-то новый магазинчик с ботинками, с обувью, какой-то прикольный, надо зайти посмотреть. Не знаю, дадут мне там снимать или нет, я думаю, что нет. Но я сделаю это скрытно. Я не знаю, что ли? Я не знаю, что ли? Какие? 100 лир, это очень красивый. Вау! Я очень люблю это. Ага. Но это бронзик. Это бронзик. Это бронзик. Это бронзик. Бонзик. Это бронзик. Их не autism. Ага. Ага, хлопья... Ага... Замыз, с разных плюсом... Замыз я не знаю, просто... А вот по чем, я делаю. Не знаю. Ага. Ото такие бронзики бонзика я хочу себе в белом отменке. А они легкие, но мы не רпонзили себе либо в белом черепе. пушзам 150 лет всем здрасте у нас первая прогулка за два дня кажется два дня я уже здесь да и первый раз мы выползли на улицу погода вообще шикарная ведь в одном платье тепло но не жарко идем по нашей любимой улице и я пытаюсь проверить все ли на месте потому что когда уезжаешь надолго чисто рефлекторно идешь и проверяешь все ли магазины на месте это важно вон мидии и идеи вы любите мидии я люблю мидии но я боюсь их покупать на улице да есть ресторан можно пояснить но их немного в основном мидии это уличная еда если купила новую повязку как он где и где ресторан полмак сучок чем шили да я поняла парадик виде это как бы закуска поэтому ресторанов с мидиями нет ну как бы мало но в основном их продают на улице мы прошли наверно где-то качки вы на тренинге вот по роману 3 километра где-то прошли и уже направляемся я помимо прошла не стала снимать нашла я в одном вот этих вот и многочисленных магазинов которые очень всем включу кстати панорамную съемку вот так вот круче он турецкой атмосферы чуть передам знаю что вы соскучились я тоже в общем нашла среди вот таких вот магазинчиков маленький магазин со всякими женскими побрякушками ну со всяким вот этим фуфлом которые мы любим типа сережек корейчик не драгоценных зашла туда ну вот типа такого магазин не здесь конкретно и зашла туда и нашла сережки один в один который я купила в заре в этом сезоне в три раз дешевле вот такой вот облом я вам покажу эти сережки когда приду домой просто так обидно честно так обидно самый стопотворенный ресторан это burger king я его не очень люблю он работает вам до 12 что ли тюнги джем и сяо шуэру мекканис бургекинг хороший очень кафе вот этом маден джи но это да это магазин кофе чая хороший здесь очень кофе вот этот мне нравится мне нравится а тут только кофе я вам набрал они почему вон соки всякие сюда вла в общем турецкий кофе прикольно а у нас есть бульвар такой нур-султан назарбаев язык заплетается и каждый раз у него украдут крадут какие-то буквы в этот раз нет буквы l ее прилепят я уверена и украдут еще какие-нибудь зачем людям это надо вот мы прошли опили наш сигнал светофора пока я болтала я не закончила мысли про свою повязку на голове по телу я вот на эти повязки но она чуть-чуть сползает у меня это просто такая хлопокая повязка с лайкарой у меня есть ободки парочку но ободки удобнее по факту ободки удобнее всего удобнее по газы удобнее этого ткани с проволокой хотя ткань с проволокой тоже вроде бы ничего она не дают по кроме ободки иногда сдавали в голову в общем для разнообразия я ввела себе вот такую повязку можно называть цыганкой вот так можно разговаривать что я даже себя не слышу да с родинами обычно привожу сырокопченую колбасу одну палку цельную и замораживаю я вот сейчас я на завтрак буду есть эту колбаску как раз таки я уберу ее в пакет через какое-то время и брошу в морозилку и ее можно прямо-таки доставать и замороженную отрезать это очень вкусно замороженная колбаса в принципе это даже особо не чувствуется но в охотку можно поесть я думаю что вы в курсе уже что в турции нет большого выбора колбас и это здорово потому что мы будем здоровее но я видимо не хочу быть здоровой я хочу просто вкусно питаться поэтому колбаса завтрак у меня сегодня обычные турецкие колбаса яйцо кусочек сыра оливки оливки неотъемлемая часть турецкого завтрака что это забыла по-русски салаталык это у нас огурец я себе обязательно подогреваю хлебушек я не люблю почему-то вот не люблю кстати турецкий зерновой хлеб не подогретый всегда подогреваю здесь у меня приготовился кошачий корм я делаю печенку кошки чуть-чуть я добавляю воды как бы тушу ее и готовлю ее до полу готовности делаю до полу готовности внутри там будет чуть крови в принципе говорят что животным так нужно готовить еду не нужно готовить до конца мне тостер закончил работу не нужно готовить до конца вроде как у микробов убили сейчас вот тоже пока остынет потому что здесь вот уже кое-кто в нетерпении ходит бродит и кусать не привет дорогие привет красотки и красавцы с вами снова я маша вещаем вам из турции и начинаем аналогии с дивана сейчас у нас позднее утро я позавтракала на дворе отличная погода солнечная погода вот состояние мне такое знаете примерно как вот смотрите как мои кошечки вот такое живот расслабленное состояние кайфовое так стоять стоять я сейчас протестировала пилинг из fix price девчонки я знаю что вы любите недорогую недорогую косметику вообще люди любят экономить я обратила на это внимание исходя из потребности своих подписчиков я создаю контент ей сама честно говоря люблю экономить я умею считать деньги и я несмотря на внешнюю такую внешне такое ощущение что я транжира на самом деле копить я очень хорошо умею но разговор сейчас не об этом знаете я посмотрела сколько переходов по моим ссылкам я могу как блогер отследить переходы по своим ссылкам покупки по своим ссылкам и знаете я пришла к выводу что в основном покупают вещи до тысячи рублей до тысячи рублей даже до 500 рублей а все что идет свыше тысячи уже идут единичные покупки совершенно не массы то есть люди любят экономить это хорошо так вот пилинг из fix price которые вам показала в час парочку минут на приятная очень не раздражающая вещь которая не трет вашу кожу не создает покраснение вот видите вот я вот такая какая есть без макияжа полностью никаких покраснений у меня ну хотя нет вот вот но это по-моему уже было до пилинга это я вчера себе расчесала что-то в принципе кожа после него хорошая он очень мягкий очень нежный и после него кстати правда вот отходят такие коричневые катушки вот это вот грязь кожи не смотря на то что я вчера умывалась очищала кожу и в общем-то я стараюсь за собой следить чтобы каких-то проблем не было у меня просто жужжит пылесос поэтому если будут какие-то посторонние звуки а я знаю что обязательно кто-то будет раздражаться на посторонние звуки просто вас на всякий случай предупреждаю что значит я хотела вам рассказать и показать да я вам показывал уже вот этот массажер он крутой в таком мешочке давайте все таки закрою дверь значит массажер лица посмотрите как он выглядит выглядит очень двусмысленно двусмысленно а вот он он металлический то есть это ощущается холодный ручка круто лежит в руке но вот эти шарики они по моему все таки не металлический по моему хотя это не тоже холодненькие но сложно сказать и не буду говорить неправду потому что не уверен насчет шариков насчет ручки точно уверен значит массажером производится массаж вот таким вот образом после него лицо просто таки знаете горит можно массажировать вот межбровку одним вот этим вот шариком например в общем я им очень довольна я делаю массаж не только лица можно еще вот эти вот обвисшие обвисшие части если они у вас конечно есть массажировать посмотрите в интернете как можно делать им массаж дело не в этом я сейчас разбиралась в чемоданы вспомнила очень прикольную историю у меня в ручной кладе лежал вот этот вот массажер этот массажер вот в этом пакетике меня на в туре в турции при прохождении досмотра на внутренний перелет мне надо не то чтобы меня сныли мне задали вопрос а что в чемодане такое необычное могу ли я посмотреть и конечно посмотрите открыл чемодан и мне таможник с таким заговорческим видом говорит если это что-то личное я могу смотреть это аккуратнее как вроде так я говорю да нет и у меня в чемодане ничего такого личного нет но это но впоследствии я поняла что он имел в виду по отличным потому что он него когда нашел он еле сдерживал смех то есть он видимо воспринял вот это как на какое-то какое-то приспособление сами знаете для чего да и он так вот подхихикивал я не знаю мне лично например никаких ассоциаций совершенно нет вообще никаких исключительно чем массажер для лица больше никаких но не вот видимо возникли ассоциации он говорит мне нужно показать эту вещь своему другу ну который там стоит непосредственно на компьютер на компьютер смотрят и нужно показать эту вещь другу извините пожалуйста 300 раз извинился вот они с другом как-то так подхихикнули при этом там стояла очередь и все это на глазах у изумленной публики знаете я даже глазом не моргнула потому что видимо каждый человек воспринимает все в меру своей испорченности или неиспорченный человек на что похоже как вы думаете и похоже ли вообще на что-то он похоже на массажер лица вот сейчас я сделала одну сторону и меня одна сторона уже начала гореть вот после крема а сейчас я нанесла крем очень крутое ощущение просто нереально крутое ощущение крема я думаю что впитается гораздо лучше и массаж лица делать очень полезно очень нужно особенно таким как я которые с утра опухают да какие у нас планы сегодня на день на день у меня планы разбирать вещи потихонечку а это дело долгое а смонтировать это видео разбирать вещи обычная такая рутина бытовая приготовить ужин ничего сверх естественного сверх интересного вечером нас коллега мужа позвал на ужин пока вроде бы все в силе но знаете турки не такие турки из вас позвали на ужина последний момент может что-то измениться могут еще в последний момент позвать такое тоже бывает типа ну мне у меня воспринимается это как приглашение для галочки знаете вот вроде бы я поставил галочку вас не забыл но зовет например чак какую-то другую семью и говорит и вы приходите то есть вроде бы как бы чтобы не обиделись такое тоже бывает но вроде бы другая ситуация но в последний момент все может все может измениться поэтому если вы живете в турции среди турок не надо прям так грандиозно строить планы и слишком слишком серьезно воспринимать чьи-то обещания я просто уже на этом собаку съела и было много раз когда я собиралась готовилась у меня что-то рухнуло за дверь ладно посмотрю потом был ужасный звук представляете у меня рухнула гладильная доска которая была приставлена к стенке слава богу не кот не пылесос никто не пострадал да по поводу гостей я говорила поводу обещаний когда вам кто-то что-то говорит типа пойдем завтра туда-то или пойдем завтра туда то есть вероятность что это не точно не нужно воспринимать на сто процентов и готовится прямо таки на сто процентов бывает так что приглашают прям вот за за час или за два до до мероприятия бывает и такое поэтому никто здесь так сильно ни над чем не парится и конечно же если это свадьба пригласят заранее дадут приглашение даже если это детский день рождения где зарезервированы столики в ресторане вам скажут об этом заранее но турки в принципе достаточно народ спонтанный особенно в небольших городах которых маленькие расстояния и они как бы особо не парятся что может быть они разрушили чьи-то планы или нарушили чей-то покой и так далее вот кстати вчерашний кудри у меня как-то видите уже немножечко раскрутились на мнение волосы не очень хорошо держит укладку об этом я уже кстати говорила да я думаю что на этом я буду заканчивать свою болтовню и пойду наконец-таки займусь делом они болтанием языком я с вами сегодня повидалась все на этом все целую вас люблю и до новых встреч в новых видео всем пока